70 километров без подзарядки. Саратовский студент усовершенствовал обычный велосипед, оснастив его самодельным электродвигателем. Мастер считает, что его разработка заинтересует всех, кто мечтает передвигаться по городу быстро, дешево, использовать для здоровья. В мастерской изобретателя побывала Юлия Шишкина. Вначале я получил сами аккумуляторы, исходя из их формы, начал их подгонять к велосипеду. Андрей Старков собирает велосипед с электродвигателем. Говорит, для России это экзотика. В Китае такие велики давно поставлены на поток и вовсю продаются. Студент Саратовского технического университета решил собрать аналог вручную. Обычный велосипед, на котором парень частенько ездит на лекции, перестал устраивать. Очень грязный город. Во-первых, пыли много. Во-вторых, дымящих автобусов, грузовиков, вот это вот все на здоровье влияет. И здоровье дороже, поэтому я стал искать какие-то пути, чтобы педали не крутить. У меня была возможность и скутер купить, но это как бы уже неинтересно. Он у меня уже был. Всю электрическую часть Андрей вручную адаптировал к обычному горному велосипеду. Изготовил бумажный короб по принципу оригами, а по этой выкройке аналог из стекловолокна, добиваясь монолитности. Я ее обклеил стеклокомпозитом. То есть это как бы известная в тюнинг-сфере технология ручного нанесения стеклоткани и пропитывания ее смолой. Это второй электровелосипед, который собирает Андрей. Модель усовершенствовал, облегчил весь короба, перенес мотор с переднего колеса на заднее. И теперь на подъемах и при трогании с места колеса не прокручивают. Вся электрическая часть мотора и комплектующие куплены в Китае. Это примерно 1000 долларов. Аккумулятор мастер собрал из готовых модулей. Их отличает, во-первых, высокий срок службы. Например, в телефоне замечали, через три года он уже перестает держать зарядку. А эти служат 15 лет. Заряжается как телефон от обычной зарядки, просто она больше полтора часа, полтора-два часа. Наконец электровелосипед готов к первому испытанию. Поворот ключа, мотор работает. Первый выезд пришелся на сложные погодные условия. Лужи и снег с дождем. Поэтому на колесах зимняя резина. Мастер уверяет, что такой машине и снег не помеха. Электровелосипед развивает скорость до 60 километров в час. На машину сразу обращают внимание прохожие, интересуясь, где купил, и удивляются, что с перекрестка улиц Московская-Мичурина до Саратовского политеха Андрей доезжает за 20 минут. Очень дешевая эксплуатация. 100 километров стоит проехать 6 рублей. То есть 6 железных рублей – это целых 100 километров. И зарядки хватает на 70 километров. То есть это целый день можно ездить непривязанным к розетке. С этой разработкой Андрей Старков недавно победил на региональном конкурсе «Умник», в котором участвовали более 300 человек. Студенты саратовских технических вузов, инженеры и мастера заводов. Патентовать свое изобретение Андрей не собирается. Говорит, слишком много бюрократии с вармлением бумаг. Зато обдумывает идею создания вручную электромобиля. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.